Губернатор Евгений Куевышев принял чрезвычайного и полномочного посла Южноафриканской Республики в Российской Федерации Мандиси Мпахлуа, прибывшего в Свердловскую область в связи с окончанием срока его дипломатической миссии и отъездом из России. Посол посещает с рабочим визитом те субъекты Российской Федерации, с которыми были установлены экономическое сотрудничество и дружественные отношения. Помимо Среднего Урала, посол планирует побывать в Ленинградской области и Приморском крае. Господин Мпахлуа дважды посещал выставку Иннопром, участвовал в фестивале южноафриканского вина, проводившегося в Екатеринбурге, приезжал во главе делегации предприятий агропромышленного комплекса ЮАР. В рамках визитов дипломат неоднократно встречался с Евгением Куевышевым для обсуждения перспективных направлений сотрудничества. В ходе встречи губернатор поблагодарил господина Мпахлуа за стремление к развитию и укреплению контактов между Южноафриканской республикой и Свердловской областью, а также выразил уверенность, что преемник посла станет продолжателем добрых традиций дружбы и поддержит курс на реализацию новых экономических, культурных и образовательных проектов. Как отметил губернатор, многие предприятия Свердловской области, специализирующиеся на производстве железнодорожной техники и оборудования, проявили интерес к участию в работе международной выставки «Африка Рейл-2015». Евгений Куйвышев поблагодарил посла и правительство ЮАР за намерение направить представительную делегацию южноафриканских деловых кругов на выставку «Иннопром-2015». Посол высказал слова признательности в адрес губернатора за последовательность в отношениях и подтвердил интерес южноафриканской стороны к реализации всех достигнутых ранее договоренностей. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, в настоящее время проводится работа соответствующих служб, связанная с вопросами фитосанитарной сертификации продовольственной продукции, которая была представлена в рамках презентации сельхозпроизводителей ЮАР перед дистрибьюторами и торговыми сетями Свердловской области в ноябре прошлого года. Внимательные артёмовцы могли заметить, что пусть и небольшое количество цитрусовых, а именно апельсинов и грейпфрутов, на полках магазина в области выращены именно в ЮАР, однако сертификацию прошли по российским жёстким стандартам. Любителям оригинальной пищи будет интересно, что в рамках встреч посла африканской страны с руководством региона поднимался вопрос и о поставках мяса таких экзотических животных, как антилопы, страусы и даже зебры.